А вы знали, что моржам тоже бывает холодно? Даже тем моржам, которых так называют за страсть к зимнему экстремальному плаванию в ледяной воде. На их заплывы обычному человеку даже больно смотреть. А между тем моржи почти не болеют. Недавно под Минском провели кубок СНГ. Участники приехали отовсюду, даже из Тюмени, где недавно отменяли биатлон, а экстремалы продолжали плавать. Какие-то железные люди, думал наш корреспондент Александр Якубовский. Но его поправили это люди с железной силой воли. Капельки не холодно вам на самом? Холодно. Есть какой-то секрет для участия в подобных стартах? Что вы делаете? Закаляемся ежедневно, обливаемся холодной водой, в море купаемся. Уже они немножко скованы в такой воде? Ну конечно, конечно, замерзает тело. Нам не холодно вам, а нам нет, нам жарко. Потому что попробовала, увидела моржи у нас на озере, решила вместе с ними попробовать. И они взяли меня в свою стаю, я до сих пор с ними летаю. Это седьмой сезон. Начинаешь понемножку по колено, потихонечку, ну 2-3 минуты первое время, всем советуем, 2-3 минуты и все. Потом можно до 15 минут, мы 10 минут спокойно в холодной воде плаваем. Нужно делать все постепенно, но регулярно и потихонечку-потихонечку увеличивать время и дистанцию. Сначала, конечно, было очень холодно и сейчас вода всегда будет холодная. Но после заплывов настроение бодрит очень хорошо. А мы так как возрастные ребята, после заплывов у нас как бы омолаживание организма, мы веселые, довольные жизнью. Да. Я плаваю уже 7 лет. Начал заплывов в море, плаваю в прорубях в Сибири и в море плаваю в Черном, в Анапе. 7 лет стажа, плаваю в любую погоду, независимо. Как вы поняли, что вам это нужно? Ну, вы знаете, каждый раз ты думаешь, нет, больше не залезу. Но когда ты выходишь, это такой адреналин, это выброс эндорфинов. И на самом деле это классные эмоции, впечатления. Вода всегда холодная и холодно всегда. Как ни странно, к этому не привыкаешь. Холодно всегда, но ты можешь просто терпеть и плать. Мы как раз вернулись. Неделю назад были в Тюмени. Там было минус 38, минус 40, вода 0,3. Поэтому мы приехали отогреваться. Ну, не все. Там как раз биатлон отменили, а мы все дистанции, все проплывали. Ну, очень интересно. Стоит пар, ничего не видно. Поэтому в качестве опыта супер. Ну, это же дико холодно, да? Да нет, нормально. Но мы уже на адреналине выходим на старт, поэтому это не особо ощущается. Мне нравится, что зимнее плавание, оно сближает таких людей, для которых, ну, зимняя вода – это уже не экстремальное, а уже такое любимое занятие. Потому что закаливание, к нему надо подходить постепенно. Сначала окунаешься чуть-чуть, потом можешь одну минуту, две. А потом, когда ты плывешь, это не забываемое ощущение, особенно когда ты выходишь, что ты смог, преодолел себя. И это мотивирует у других людей заниматься тоже таким миром спорта. Сегодня, наверное, погодные условия идеальные для моржей, для вас жара. Ну, для нас это жарко, да. Вот в Тюмени две недели назад было минус 35, а у вас тут подогрели нам воздух, спасибо большое. Всего лишь сколько сегодня? Ну, около нуля сегодня. Около нуля. Мне кажется, чуть поменьше. Но вода, вот вода по ощущениям где-то чуть больше нуля. 0,1 примерно. Это нормально для моржей. Сегодня отлично первой дистанции, 100 метров кролем. Вам даже не холодно никак? Ну, нормально, я плавал уже 7 лет в холодной воде, поэтому для меня привычно. Я заметил, что за последние 7 лет я вообще ни разу не болел. Ковидом не болел, хори нету. Чувствую себя отлично. Круто, всем рекомендую. Всем рекомендую, да, закаляться. Заниматься спортом, плаванием и зимним плаванием тоже. Мы экстремалы. Но не хватает эмоций в обычном плавании. Вот мы решили попробовать что-то новое, окунуться, посмотреть другие города, попробовать. Ну вот Маргарита. За юношескую сборную России. Пали за юношескую сборную России, мы решили, что лучше в экстрем. Потом там закончила выступление на профессиональном уровне. Здесь начала. Это здоровье, это сила духа, это здоровье, это иммунитет сильный. И это... Такой народ непобедим. Много еще, конечно, любителей, но и приходят люди из большого спорта. Это пловцы, потом дайверы приходят, потом приходят люди из синхронного плавания и со всех других водных видов спорта. Но, скажем так, пока это еще на стадии становления. Надеемся, в будущем спортсменов именно будет больше. Я думаю, что это какая-то самореализация. Вот уже в возрасте, вот в каком-то виде спорта. Там, ну, больше нигде не получается, а здесь вроде как можно что-то показать. Я думаю, в большинстве с вами на это работают. Бывают все-таки какие-то случаи, где медицинская помощь требуется, кто-то не выдерживает или всегда все гладко? Нет, не всегда гладко. Иногда достают из воды с переохлаждением. Так что, как бы, к этому надо очень конкретно готовиться, тренироваться регулярно. То есть это может как и пользу оказать для здоровья, так и нанести вред, получается? Однозначно, да. Подходить к этому надо с умом, если есть определенные ограничения. И в этом случае, как бы, надо очень аккуратно. То есть можно окунаться, но нельзя плавать долго. То есть в общем, главное, надо подходить с умом. Если у кого-то есть желание, мы его окунем, если он хочет. Все через голову. Если человек захочет, значит, он окунется. А не захочет, так и не надо себя заставлять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!